так дорогие мои сходила на огород что сделала нащипала лук с укропом вот эти мой уже помыла все и разные виды салата у меня тут четыре или пять видов почему я нарезала 2 3 потому что некоторые не едят салат вот салатом я сюда буду делать прям так рву его никогда не режу салат прям нарываю у меня не просто не все дети едят такой салат а я люблю с таким салатом и поэтому я сейчас стараюсь сделать одну порцию одну тарелку отдельно салатом так сейчас лук нарежем еще в обе тарелки с укропом и будем заправлять нашу кстати сделать майонез и будем заправлять его салатом Так, все для салата нашинковалось. Сейчас наша задача сделать свежий домашний майонез. И заправить салатик. Короче говоря, салат будет с вонючим маслом. Два раза делала бутылку масла, потратила. Два раза делала яйца, майонез. Жидкий, как вода получается. Вот хоть ты убейся. Больше не буду сама делать майонез. Все, устала масло просто так тратить. Не хочу. Короче, делаем салат с вонючим маслом. Вот весь разговор. Блин, яйца потратила 4 штуки. Бутылку масла потратила. А толку майонеза нету. Вода водой. Вылила все в помойку. Короче, дурно. Ладно, делаем салат. Так, дорогие мои. Приготовила два салата. Вот без салата получается зеленого. И с зеленым салатом. Так, конечно, красивее, но не все едят. Также пожарила деткам по одной котлетке. Также отварилась гречка. И сейчас я жарю курочку. Пожарю и будем все вместе кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, дорогие друзья, положила маленьким порции. Что положила? Гречка, курица. Котлетка будет только маленьким. Взрослым котлеты не будет. Ну, я имею в виду, маме с папой не будет. Салат. Я им ложу маленькие порции, так как они есть много не будут. Сейчас они сытые. Егора у меня сказал, гречку не будет есть. Поэтому я ему разогреваю макарошки. Он гречку не ест. Света тоже сказала, гречку есть не будет. Остальные будут есть гречку. Так что всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, вот у старших порция. Макароны, салат, курица и котлета. По сути, то же самое, только вместо гречки и макароны. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, кушать приготовила. Теперь можно платок снять. Классно. Зато волосы не попадают. Мне тут гвоздику нужно сделать для платочка. В целом, теперь я могу себе кушать наложить и сходить поесть. Сесть покушать. Что я буду есть? Я буду есть, конечно, гречку. Я гречку любитель. Обожаю гречку. А сегодня я варила не просто гречку, а гречневые хлопья. Вот так вот положила себе гречки немножко. Я тебе свою даже отдам. Что только положим салатик. Салат я тоже обожаю. Листики зеленые. Напишите, какие вы виды салатов любите. Я имею ввиду зеленые, которые на грядке растут. И так же положу салатик. И так же положу салатик. Вот такая вот порция у меня получилась. Пошла я кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Вот такой вот сегодня, ребята, был влог. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаем крепкого здоровья. Всем желаем всего самого хорошего. И говорим пока-пока. Всем добрый день. У нас уже поздний день. Я сегодня вообще ничего не снимала. Поначалу тут видео монтировала. У меня псих был то, что я ничего не могу сделать. У меня все скидывается, сбрасывается, переделываю все. Потом прямой эфир провела. Правда, недолго, но провела. Правда, плохая связь была, но ничего. Мы провели вроде более-менее. Спасибо всем за поддержку, кто был на прямом эфире, кто понял меня, что я хотела донести. Но не об этом суть. Мы сейчас со света сходили в огород. О, в огород. В магазин. Я сегодня, кстати, представляете, грядку полола и сотрите, как палец весь разрезала. Болит до невыносимости. Но ничего, не об этом суть. Мы со света сходили в магазин и сейчас покажу все, что я купила. Так, ну давайте вот с этого. Первое. Две булки белого. Крендельки взяла деткам. Дальше взяла огурчиков и абаканских помидорчиков. Огурцы по 49, помидоры по 109, по-моему, да, Света? Крендельки за килограмм 113. Меня просили просто цену называть. Хлеб у нас по 30 рублей. Дальше взяла вот такие прокладки. 30 плюс 1. Я себе обычно такие беру. 69 рублей. Недорого, экономно, бюджетно. Дальше вот такую морскую капусту 46, по-моему, или 49 рублей стоит. Что-то я чек-то не взяла. Дальше. Вот такой вот майонез. 135 рублей. Равансаль. 2 литра молока по 48 рублей, по-моему. Дальше. Батарейки. Свет, не помнишь, почему батарейки были? По-моему, по 25 или по 35 рублей за одну штучку. Тут их 4. Для чего взяла? Мне надо... Марине, помните, я планшет Ена Держдень дарила поменять там батарейки. Дальше. Шоколадный тоник уговорил меня купить мой ребятенок по имени Света. Не помнишь цену? 109, по-моему, она говорила. Тот был 109... 106. Вот, 106 рублей шоколадный. Но он быстро смывается, поэтому вот... Я и сказала, что я краску ей не разрешу, но тоник разрешила. Дальше. Капусту взяла. Вилочек по 45... Ой, по 40 рублей за килограмм. Сейчас, чтобы приготовить, взяла сразу с грибами. Ой, 172 рубля за килограмм. Вот два пакетика взяла. Вот в целом. Вот такие вот все покупочки. У нас сегодня родственники в баню приехали, поэтому ничего не снимаю. Ребят, вы уж простите, но вы прекрасно знаете, что по воскресеньям приезжают родственники в баню, поэтому я не снимаю в этот день ничего. Ну вот, покупки показала. Сейчас попробую еще пойти смонтировать, чтобы у меня вечером вышел влог. Надеюсь, что вы его уже увидите. В том времени, когда я этот выпущу, потому что хочется, чтобы как-то ускорить это время, чтобы побольше выходило хотя бы по два видео в день. Я пытаюсь, ребят, честно говорю. Ну вот, наш интернет, это пипец полный. Мне сегодня еще подписчица написала. Знаете, что? Настя, попробуй купить тарелку МТС. Вот МТС у меня здесь более-менее ловит, но не очень. Не знаю, будет, не будет ловить на нефтяниках. Если кто-то из нефтяников, напишите у вас, может, у кого-то здесь есть тарелка МТС. Я знаю, что на совхозе есть тарелка. Мы проезжаем на автобусе, видно. На автобазе вот ни разу не видела, потому что у нас тут связь не ловит. Ладно, всем желаю всего самого хорошего и всем крепкого здоровья. Так, дорогие друзья, вот про этот... Ой, подождите, стол вытащу. Что-то не могу ничего вытащить. Вот про этот планшет я вам говорю, который я Маше... Ой, Маше, Марине, помните, покупала на день рождения? Она его до того замусоливает, что батареи нам на неделю не хватает. Вот тут вставляются три батарейки мизинчиковые. И вот сейчас мы поначалу в фикс-прайсе покупали батарейки дешевенькие. Но, блин, она их так быстро... А там буквально день-два и все. Она постоянно на этом планшете занимается, занимается, занимается. И очень он сильно нравится. И Ваня даже пытается его брать. Вот поэтому мне нравятся музыкальные штуки. Хоть многие тогда мне и говорили, лишняя трата денег, этот планшет, он никуда не годится. Но, по крайней мере, ребенок доволен, ребенок им занимается. Вот, верите, нет батарейки, я могу открыть. Одной рукой снимаю, другой рукой достаю батарейки, чтобы вставить. И вот, сейчас с вами вставим. Ой, и включим. Закроем и включим. И посмотрим. Все вроде бы. Я извиняюсь за свои руки, просто... Все работает. А то он вообще не включался. Он даже со звуком, слышите? Маша и медведь. Так. Так, подождите. Тут на... А. Привет. Видите, как он? А.Б.В. Вот, например, музыка, игры. Окей. И тут какая-то игра пошла, только я не умею, если честно. А вот. Это знаете, как в тетрис, смотрите? Видите, я тут вот здесь вот кнопочки вот-вот-вот-вот нажимаю, и оно идет. Помните, у нас в детстве тетрис был? Вот чем-то похож. Только здесь неудобно кнопочки. Да е-мое, никак не могу поймать. Вот я мазила. Тут кнопки все-таки неудобные. Пипец, конечно. Короче, не могу я. Ну, ее нафиг. Пусть ребенок играет. Все, поменяли батарейки, пусть ребенок играет. Пока, сказал. Ну, вот ей очень нравится. Я хочу еще что-нибудь наподобие вот такого же взять. Ну, немножко другое для Ванечки. Чтобы Ванечку тоже тут, видите, и русский. Тут можно играть и правописание, и математика, и логика, и офис, и сброс, и заглавные буквы. И всякое такое. Видите, мне вот очень нравится. Хоть тогда вы меня сильно и ругали, что Настя, зачем такую дорогую брать? Что он тогда полторы, по-моему, стоил этот планшет. А мне кажется, сейчас дешевле, ребята, уже не найти. Вот ребенок пользуется. Ребенку нравится. Ребенок довольный. Значит, и я довольна.